Фанаты волейбола, всем привет! Сегодня в видео поговорим о третьих матчах полуфинальных серий, которые получились не сказать что огненные. Но обо всем по порядку. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола, ссылка в описании. Если кто вдруг пропустил, то я выполнил свое обещание, видос про причины провала локомотива уже на канале. Как обычно попрошу подписаться на канал, поставить лайк и в телеграм перейти. Также если у вас есть желание поддержать мои старания финансово, ссылку на Donation Alerts я оставил в закрепленном комментарии. Ну а теперь присаживайтесь поудобней, наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. В этот раз чуть более подробно остановимся на полуфинальных сериях за пятое восьмое место. А конкретно на встрече в Красноярске, где Енисей принимал новосибирский локомотив. Матч получился максимально напряженным. В первом сете Енисей сделал мощный пятиочковый рывок на подачах Дмитриева, казалось бы снимая вопросы о победителе. Однако также стремительно хозяева площадки растеряли свое преимущество, когда у локомотива подавал Бражнюк. Он тоже ответил эйсом и регулярно усложнял задачу принимающим, что привело к равному счету. Но Игорь Филиппов вновь заработал брейковое очко блоком и это преимущество красноярцам уже удалось сохранить. 25-23. Во втором игровом отрезке хозяева имели 20 бола, но потеряли свою подачу, а Константин Абаев своим эйсом сравнял цифры на табло. После этого началась нервная и затяжная концовка. Инициатива переходила от одной команде к другой, а победителем в этой битве характеров вышли хозяева площадки, дважды закрыв соперника блоком. 36-34. Концовка третьего сета выдалась напряженный. У красноярцев даже был матч-бол, но Локомотив в ключевых розыгрышах сыграл надежно и вырвал этот сет. 24-26. И четвертая партия не обошлась без игры на балансе. Правда, учитывая, что Локомотив имел три сетбола, этого никто не ожидал. Но две атаки Семена Дмитриева и ошибка гостей выровняли счет. Гости все-таки дожали в игре на больше-меньше, классным блоком переведя игру на тайбрейк. 27-29. Укороченный отрезок новосибирцы провели лучше. Захватив преимущество с самого начала, новосибирцам хватило уверенности и сил, чтобы довести сет до победы. Хотя красноярцы упорно сопротивлялись, отыграв два из трех матчболов. 13-15, 2-3, второй подряд камбэк Локомотива позволяет им закончить серию и выйти в финал за пятое-шеестое место. Сам результативным игроком матча стал Илья Казаченков, набравший 23 очка. Протокол и мой прогноз на экранах ваших устройств. Быстренько заглянем в Кемерово, где Кузбасс встречался с питерским зенитом. Кемеровчане при домашних трибунах всегда играют неплохо, что и показали в первой партии, вырвав тяжелейшую концовку на балансе 31-29. Правда на большее подопечных Сергея Троцкого не хватило. Бабкевич и компания забирают три оставшихся сета. 22-25, 23-25, 22-25 и отправляются в финал к Локомотиву. Кузбасс же будет сражаться за седьмое-восьмое место с Красноярским Енисеем. Сам результативным игроком этого матча стал Владислав Бабкевич, набравший 32 очка. Протокол и мой прогноз на экранах ваших устройств. Переходим к полуфиналам настоящим. Новорингойский факел на домашней площадке принимал Казанский Зенит, чтобы получить бесценный опыт. В основе у казанцев вместо Сэма Деру вышел Михаил Лобинский. Матч стартовал с града ошибок хозяев. Энс не смог перекинуть сетку, а Дикарев отправил мяч в аут. Очередная ошибка Корнея Энса в атаке вынудила Романа Имполова брать перерыв, ведь на табло было уже 5 очков преимущества гостей. После таймаута еще один доигровочный мяч не реализовал диагональный факела. Изъяны в тройном блоке было действительно трудно найти. Пока мы говорим только об ошибках хозяев. Ну а про что еще говорить? Дикарев отправил комбинацию зоны в аут. Преимущество гостей 7 очков. Эйс Дмитрия Волкова только приблизил неизбежное. В этом сете, как и в серии в целом, факел ничего не может противопоставить казанцам. На подачах Ковальчука хозяева чуть-чуть подтянулись. Михаил Вышников нашел нужное место для скидки при втором касании. Ну и без шикарнейшего розыгрыша в этом игровом отрезке не обошлось. Отличная работа блока, страховки и защиты от обеих команд. Эпизод остался с захозяевами. Лобинский после передачи из-за головы не смог обыграть тройной блок ямальцев. Михаил вернул проигранное очко своей команде. Крутейшая подача на вылет. Молодой доигровщик факела Василий Капранов выдал неплохую серию подач, сократив отставание хозяев. После таймаута Вербова Дмитрий Волков не нашел способа отыграться от тройного блока. Конечно же казанцы не упустили столь большое преимущество, но звоночек прозвенел. Максим Михайлов поставил точку в первой партии атакой из четвертой зоны 20-25. Второй игровой отрезок вновь начался с ошибок ямальцев. Затяжной розыгрыш остался за хозяевами. Кристенсен перемудрился скоростью передачи Михайлову и Корнеянс реализовал доигровочный мяч. Эйс Александра Мельникова, который вышел вместо Виталия Дикарева, вывел факел вперед впервые в этом матче. Гений Майка Кристенсен, даже не попав в руку центральному блокирующему, передачей заработал съем для своей команды. Мастер, что сказать. На подачах Алексея Кононова казанцы вышли вперед. Финт Кристенсена не получился у молодого Вышникова, мяч улетел далеко в аут. Классная подача от Максима Михайлова вывела зенит вперед на 4 очка. Ямполов был вынужден успокаивать своих парней 30-секундным перерывом. Казанцы продолжили играть в очень простой волейбол. Хорошая подача, выбитый прием, высокая передача, надежный блок. На подачах Кристенсена казанцы сняли вопросы о победителе и этого сета. Энс отправил мяч в аут, а Василия Капранова остановили блоком. Пятиочковый рывок на подачах Романа Романовского делает счет в этой партии разгромным. 16-25. Эйс Кристенсена на старте третьей партии сразу же принес зениту брейковое преимущество. Лобинский реализовал пайп после защиты своей команды и факел опять в роли догоняющих с самого начала. Мощнейший ввод мяча в игру от Дмитрия Волкова по первой зоне. Затем невероятно красивая укороченная. С большой вероятностью этот матч, как и эта серия, закончится в сухую. После таймаута Имполова Волков решил показать весь свой арсенал. Укороченная подача по пятой зоне и вновь эйс. К этому моменту на площадке появился Кирилл Клец и набрал два очка подряд. Сначала уверенно реализовал атаку, а затем блоком не позволил факелу перекинуть мяч через сетку. Не вижу смысла дальше подробно рассказывать про этот матч. Скучнейшая, сухая полуфинальная серия. 17-25, 0-3 в матче и 3-0 в серии в пользу Казанского Зенита. Простейший путь казанцев к финалу может сыграть с ними злую шутку в финальной серии. Посмотрим, что для этого придумает Алексей Вербов. Сам результативным игроком этого матча стал Дмитрий Волков, набравший 12 очков. Протокол и мой прогноз на ваших экранах. Завершаем обзор в Москве. Динамо принимала раненых белгородских львов. Стартовый состав Белогорья удивил. В основе вышел молодой связующий Евгений Жогов. А Роман Порошин по неизвестным причинам остался вне заявки на игру. Видимо травма спины полученная в первом матче дает о себе знать. Мощнейшим монстр-блоком встретили москвичи диагонального Белогорья Мохаммеда Аль-Хадждади и заработали первое брейковое преимущество в этом матче. У Жогова в принципе неплохо все получалось на старте игры. Заболотников хорош в атаке. Но шикарная защита Павла Панкова после атаки Мохаммеда Аль-Хадждади и беспощадная реализация от болгарского диагонального Динамо доводит преимущество до трех очков. Правда ошибка Дмитрия Жука сократила отрыв до минимума. Любезностью же ответил Аль-Хадждади и плюс три для Динамо вернулись на табло. Но ненадолго Блоком и Львым вновь максимально близко подобрались к хозяевам. Панков не достал сеточный мяч после неудачного приема Семышева и цифры на табло сравнялись. И тут же собственные ошибки Львов не позволили хотя бы немного поиграть в равный волейбол. Титюхин попал в антенну, а в результате затяжного розыгрыша с классной защитой от Лаури Керминина Денис Богдан элегантным ударом направил мяч в угол первой зоны. Белгородцам явно было комфортней догонять в этот день. Заболотников останавливает блоком цвета на Соколова. Верхний трос московской арены помог Илье Власову исполнить эйс. А вот Павлу Титюхину для классной подачи на вылет помощь не нужна. Благодаря классному вводу мяча в игру Ивана Подребинкина, вышедшего на площадку, Львы усложнили прием сопернику и в результате затяжного розыгрыша блок остановил цвета на Соколова. Вторая подача Подребинкина тоже получилась на заглядение. Семышев в тяжелейшей ситуации не нашел пальцы блокирующих и Львы вышли вперед. А Константин Брянский был вынужден брать 30-секундный перерыв. Свой Джокер на подаче нашелся и у тренера Динамо. Никита Зудин вроде выполнил незамысловатую подачу, но Цепков не смог обыграть блок, а Власов забил переходящий мяч и вернул брейковое преимущество москвичам в концовке. Ничего уже не предвещало беды для хозяев, но на усиление подачи вышел 18-летний Артем Александров. Затруднил прием, а Евгений Жогов в составе двойного блока остановил Антона Семышева и отправил нас в равную концовку. Но партия не затянулась. Классная подача от того же Семышева, предсказуемая передача Жогова в длинную сторону на Павла Титюхина и отличная работа блока москвичей. 25-23. На старте второго игрового отрезка хорошо отработал блок белгородцев, а марокканский диагональный реализовал доигровку. Правда в этом розыгрыше получил травму и Евгений Жогов. Вместо него на площадке появился только что восстановившийся Кирилл Чекмизов. Аль-Хадждади решил поддержать партнеров эйсом. А в следующем же розыгрыше гости остановили цвет на Соколова тройным блоком. Сумасшедшая защита от Дмитрия Жука после своей подачи и реализации от болгарского диагонального помогли сравнять цифры на табло. Но эйс Джана вернул плюс два для Львов. Только москвичи не планировали долго быть в роли отстающих. Мощнейшая подача от цвета на Соколова. Крайние нападающие Белогорье демонстрировали 200% собранности, стараясь помочь своему связующему, раз за разом исправляя не лучшие передачи. Серия ошибок Динамо принесла вам преимущество. Соколов отправил мяч в аут, а затем туда же направил мяч Павел Панков, не попав в руку своего центрального. После нескольких съемов обеих команд Аль-Хадждади не уложился в площадку при атаке со второй линии и отрыв Львов сократился до минимума. Классная подача Дениса Богдана подарила нам шикарнейший розыгрыш с попытками обеих команд друг друга обмануть. Получилось это у цвета на Соколова. Уверенная скидка за блок с хорошим показом. Ошибка второй передачи Кирилла Чекмизова приносит брейковое преимущество москвичам. С Жоговым, видимо все хорошо, ведь он на площадку вернулся. Но это белгородцам не помогло. Аль-Хадждади упирается в двойной блок, плюс три у Динамо в концовке, таймаут Волкова. После перерыва команды подарили нам просто потрясающий розыгрыш. Здесь комментарии излишни. Советую посмотреть самим. Ну и такое преимущество москвичи конечно же не растеряли. Соколов эйсом принес команде сетбол, а Панков, великолепной неожиданной скидкой двумя руками, отправляет команды на смену сторон. 25-20. Александр Волков удивил составом на третий сет. Лишь Евгений Жогов и Павел Тетюхин остались на площадке из стартовой семерки. Резерв Львов начал неплохо. Шикарная защита. Но не только защита была хороша. Сергей Червяков отловил блоком Антона Семышева, а затем и Илью Власова, вынудив Константина Брянского брать перерыв. Ведь его команда уже проигрывала минус четыре. Павел Панков остановил атаку своего тезки Тетюхина и сократил отставание. Антон Семышев исполнил эйс. А Денис Богдан нашел пальцы блокирующих, сводя отрыв хозяев к минимуму. По ощущениям, блоком белгородцы набрали больше результативных баллов, чем в атаке. Очередное очко в этом элементе. А теперь еще одно, что творят гости. Сразу понятно, в каком амплуа раньше играл весь тренерский штаб. Львы на удивление очень уверенно держали съем, оберегая свое преимущество. Динамо в этом усердно помогало. Вот такую подачку выдал Илья Власов. Тут же Цветан Соколов не нашел лазейки в двойном блоке, преимущество гостей увеличилось до пяти очков, а Константин Брянский был вынужден использовать еще один тайм-аут. Напомню, на площадке Львы находятся резервистами. Вышедший на подачу вместо Георгия Заболотникова Мухаммед Аль-Хадждади исполнил эйс. Что происходит на площадке? Маслиев реализовал доигровку после еще одной классной подачи марокканского диагонального и довел преимущество до семи очков. Концовка партии прошла буднично, москвичи не показали ничего, чтобы зацепиться за этот сет. Да, на подачах Антона Семышева Динамо немного подтянулось в счете, но этого оказалось недостаточно. Георгий Заболотников реализует атаку в центре сетки и завершает игровой отрезок 21-25. Москвичи начали четвертую партию очень уверенно. Классная подача Соколова и мощный блок Ильи Власова, который настолько разозлился сам на себя, что даже забыл позвонить Лауре Керминину. Затем сам же Власов реализовал доигровку после классного смягчения на блоке от Павла Панкова и вот уже плюс 4 у хозяев. Севизующий Динамо продолжил задействовать своего центрального, чего уже ждали блокирующий Львов. Керминин, желая усложнить жизнь сопернику, не перекинул мяч через верхний трос. Правда, заработал блок Динамо. Цветон Соколов в паре с Дмитрием Жуком два раза подряд остановили Станислава Маслиева и плюс 5 для хозяев вернулись на табло. Ошибка Ивана Подребинкина в атаке в принципе снимает вопросы о победителе этого сета и матча. 7 очков у Динамо отыграть будет очень тяжело. Концовка партии прошла буднично. Да, Львы немного подтянулись в счете, но все было очевидно. Денис Богдан реализовал тяжелейшую атаку на тройном блоке, найдя пальцы Ивана Подребинки, и завершил сет. 25-20, 3-1 москвичи повели в полуфинальной серии. Четвертый матч пройдет 17 апреля в 19.00 по московскому времени. Самым результативным игроком стал Антон Семышев, на его счету 19 баллов. Протокол и мой прогноз на ваших экранах. Ну что ж, вот такими получились третий матч в полуфинальных сериях. Мы узнали, кто поборется за 5-6, а кто за 7-8 место. Казанский Зенит уже ждет соперника по финалу, а на Вуренгойский факел по матчу за третье место. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, в телеграм заглянуть не забудьте. Ну а если есть желание поддержать мои старания рублем, ссылка в закрепленном комментарии. Ну а с вами был фанат волейбола, до скорой встречи!